ребят всем привет помните мне вчера стас звонил два раза и мы с ним договорились завтра ехать на рыбалку я бросить да поэтому сейчас поедем за спиннингом и всякими наживками прочими принадлежностями также мне нужно получить лицензию рыболовство рыбалку на рыбную лову мы поняли в общем катя как профессионал мне сейчас поможет выбрать спиннинг там крючки все такое леску натянет крючки завязь там грузила она на самом деле нереально классно ловит кстати да когда мы выходили на рыбалку она даже две прикиньте да у как бы леской там два крючка она 2 за 1 помню что просто напиши нам приехали волмарт и 13 мая в америке день матери тут не уходит вон цветы да так мне надо идти в отдел с головными снастями вообще я обожаю рыбалку мы когда жили в россии мы с папой постоянно ездили по всяким озерам и рыбачили папа так до сих пор после работы и ездить очень часто возле дома до и на даче и вот и дома есть озеро но помнишь вот как раз на том озере ты поймала две рыбы такими этим маленьким не даже пудка есть ребят если на еду я вставлю какая-то рыба стоит так вот но фишка в том что мне нравится или именно озерная такая рыбалка когда с поплавком чтобы вода была гладкой никаких волн ты смотришь на поплавок так он начинает дергать или кущих подсекаешь короче вот и мы прям самого детства как я только удочку смог держать знаете ну удержать вот трех лет мы ездили на рыбалке к стену а я кстати еще знаете как рыбачил дома привязывал такой пластмассовый крючок в тазик бросал игрушки всякие и сидел в тазике типа заставал игрушки на удочку только узнаете игрушечную и а здесь фишка в том что про поплавок в курсе вообще никто не знает что это такое ну так красиво и обычно рыбачит на спиннинг именно чтоб когда крутишься без поплавка закидываешь потом на себя тянешь а я как бы вообще не соображаю как это делать я один раз жизни только рыбачил так мы на саму ездили на лодке большой огромной компании на вечеринке кстати у горёши такой предсвадебный на гороши узнаете женек да там вот и нас было очень много человек я поймал туда штуки 4 тоже таки знаете большие рыбы катя доставала его больше на самой на спиннинг выловили на кальмара кстати вот но это же мне понравилось но я вообще не понимал когда там тянуть чё тоже тянешь тут там зацепилась такое но такое вроде мне все на больше на крючок нравится война поплавок вот эти мы пришли в отдел с уточками прочими вот за 10 долларов это то что мне нужно я куплю самую дешевую так что вы чисто порыбачить тут кстати есть и обычные без вот этой как блин этому моталка то называется и не помню короче вы поняли конечно спин крутить спиннинг все верно но без этой штуки просто как бы удочка так но нету наверно со спиннингом надо кстати стоит недорого вот допустим начинаются от 8 долларов от 3 даже больше больше 20 20 20 30 30 и вот допустим даже со спиннингом стоит 10 баксов все так не вообще не нужно у кого-то спросить чтобы у меня посоветовал какую-нибудь вот приманка я немножко почитал что водится на лэйк миди мы именно туда поедем и там очень много всякой разной рыбы это было написано что можно вот на каких ты скорее короче рыбачить чтобы поймать на каких-то волосатых акуней общем стрип басов и больших рот и басов 5 вот ну я как бы не знаю мне надо подождать пока предпродавец спросите у него наверняка шарит лучше меня еще не подскажет можно таки как кассюрик просто там для разных рыб разные приманки стас вообще предложил на сладкую кукурузу рыбачим он сказал что они так делали ой нашел кит вот 10 долларов то что мне нужно я в общем сам ничего не разбираюсь поэтому позову помощь и кстати вот разрешение мне надо на рыбную ловлю 9 долларов стоит за один день либо на год стоит 40 долларов вот еще на охоту наверно путь можно да вот на охоту нам помогает выбрать пашка такой воудушевленный он достал мне кажется продаваться а это что а это а что вообще самое лучшее а это что лучше ну что кто самый довольный я так выглядит лицензия написано какую рыбу можно ловить сколько она весит такое мои данные чтобы кто-то другой не воспользовался мой рост там глаза цвет волос взял такую удочку фиолетовую вот и смотрите на чего короче технология дошла не рыбачил 100 лет вместо приманки используется какая-то запчасть называется пауэр бейт типа супер приманка и делаются шарики как мягкий шарик какой-то пластилинки просто шарики делаешь и он говорит тебе этого будет вообще достаточно ну и грузила крючки и крючки сразу на леске чтобы я не парился там как их привязать грамотно просто здесь за вот этот лук в общем привязываешь и все готово 6 тук взял если потому что я буду таких китов ловить а я я думал там всякая фигня в речке водится смотрю от журнал кстати на это не нам дали бесплатно ну в общем я в журнале посмотрела там можно поймать сибас либо такая я сначала думала что не надо мне никакой рыбы дома приносить но если сибас то приносим кстати лимит три штуки нельзя больше трех ну а мне одна хватит нам с тобой можно поймать в общем вот этого стрип бас можно поймать нам бесплатно как вы же дали потому такие там еще ловится называется синие жабры какие-то штучки вот по-моему такой да 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 и еще ловится тому таки траут и не знает этот rainbow да я не знаю кто переводится но на него надо какой-то там специальное разрешение и возможно у меня его нет я не знаю еще еще какие-то есть вас large mouth большой рот вообще прикольный журнал здесь сейчас я покажу здесь вот паша поедет завтра на лык мид и вот написано какие губы ну вот расшифровки есть вообще прикольно мы уже дома и хочу приготовить нам на ужин кино а я вот эту покупала на хелп вообще у нас магазинах даже она на развес продается вот ее надо сейчас сначала хорошенько промыть также как в принципе гречку я уже ее промыла завела водичкой один к двум и теперь ставлю на газ и варим все каша готова буквально минут 10 и и готова а теперь дальше магия в общем сюда можно добавить разные соусы масло можно добавить оливковое какие-нибудь уксусы я люблю экспериментировать сегодня я просто пытаю выдавлю лимон какие-то приправы также можно посолить и вот такие вот приправы кстати тоже с айхерб то надо все перемешать и теперь добавлю помидорки ну так мелко порезные и авокадо лучше добавить больше авокадо чем лучше тем вкуснее все прямо с авокадо божественно получается именно кино и вообще принципе все с авокадо очень вкусно и конечно все это снова перемешиваем теперь выкладываем все на тарелочки сверху куриное филе наше любимое и я еще себе посыплю сверху кунжутом и наслаждаемся таким вот полезным ужином вот всем кто тоже кушает приятного аппетита мы покушали и паша занялся чем-то занялся хочу сделать крючок привязать смотри так делаешь для восьмерка видишь в общем учится завязывать рыбные крючки рыбные как завязать поводки для рыбалки поводка так теперь типа вот так надо взять даже тоже не получается мне сделать это мои маленькие писал а ты завтра со мной поедешь ты будешь мне помогать ты готова увидеть магию смотри видишь восьмерка ну поп и звездал смотри сделаю себе на завтра на завтрак че пудинг с кешью молоко уже делаю на самом деле на глаз потому что много разделала так закрываем крышечкой и буду завтра его есть с манго мне больше всего нравится именно с манго и с бананом еще прикольно но прям с манго просто вообще божественно ребят хочу вам рассказать самую интересную историю мире они у меня все самые интересные очень много историй к плюс пера так вот к нам приезжали недавно друзья на несколько дней на один целый и мы до настижение и мы проснулись и 8 утра и поехали с ними показывать лас-вегас самого утра так вот после этого дня мы ложимся спать до 12 вы представляете это незаконно что такого давно очень не было до этого мы всегда ложились но кого-то часу 32 часа ночи могли до трех просил а сейчас просто время 11 10 30 у нас закрываются глаза дам уже реально хотим спать и и мне от режим вообще очень нравится что мы просыпаемся в 9 и 8 даже иногда и больше как бы дел успеваешь сделать за это время как-то деньги не кажется да ты про такой нифигасик да и мне нравится этот режим и мы не будем его менять думаешь ты в 10 часов не говорит уже я спать хочу потому что мы реально стоим в 8 8 30 еще кошки нас тогда разбудили всем счета да вот когда они нас 7 утра разбудили или 8 и мы тогда читали ранее поспала подольше а ты уже встал прям постарайся держать как бы я не знаю я никогда не люблю загадывать что-то но вообще мы как бы оба сова совы да мы обычно спим таки знаете до трех часов дня нашите ладно шутка от подруги но мы обычно в 10 в 11 встаем где-то так в 11 это прям уже крайний случай но еще кстати они хотят сказать может быть потому что жарко ну вот кстати жара тоже блять ночью нормально снится спицы да а потом уже ты начинаешь просыпаться когда становится все жарко но сильно такое прям жарко и паляще вот на и чувствуется все верно мне завтра опять как бы вставать в 7 утра и мне надо будет все 8 30 надо поехать уже устаса быть там не ехать полчаса то есть сейчас мне кажется я соберусь мне надо еще поесть два бутера сделать бутер и кофе туда сюда все собраться только к папам помогешь спать будет до 10 по любому я дома остаюсь одна обычно ты и дома остаешься на на я куда-то и не 1 дома остаюсь да ой смысле что искала ты обычно ты дома 1 1 остаешься я куда-то иду а сегодня завтра будет наоборот я уже я уже начинаю спать не начинает рука уставать камеру держать в общем вы поняли чему мы ведем то что время пол двенадцатого да мы идем уже спать всем хорошего дня супер настроение и пока 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 так же не на нудо а